Товарищ Шелагин Воевал на западе и востоке, где проходил до настоящего времени службу Но вам, конечно, повезло Никак нет, товарищ адмирал Мне бы там еще служить и служить Там хорошо было А тут город, шум, да Да? И все же я уверен, вам и здесь будет хорошо Командир дивизиона в своей характеристике отмечает, что товарищ Шелагин Авторитетом среди подчиненных пользуется А за трезвенность, серьезность и дотошность Офицеры зовут его Степаном Сергеевичем Итак, начинайте службу Есть, начинайте службу Шелагин Евсюков Шелагин Замещаю начальника по МТО Ну что ж, квартира вас ждет Берите машину и поезжайте за семьей А где она у вас? На вокзале, но я сначала в роту Сейчас разорется Понавтыкает нарядов, выговоров за грязь Как вас зовут, товарищ Мичевон? Мефодий Сорок, товарищ капитан-лейтенант А я Степан Сергеевич Нам надо подумать, товарищ Сорок Как лучше и быстрее нашим будущим офицерам Привить честность и храбрость Так точно Чтобы, став офицерами, они Разнесли по всем флотам весть о нашем училище Пусть они для начала берут пример с меня Конечно Объявила на днях, что вышел из печати И поступил в продажу Восьмой том сочинений товарища Иосифа Виссарионовича Сталина В котором помещена работа К вопросам ленинцев Рад сегодня в карауле Проведу-ка внезапную проверку Стой, кто идет Стой, пароль, магазин Стать, смирно Начальник караула, доложите свои обязанности Иосифа Виссарионовича Сталина Вот, товарищ капитан-лейтенант Это сын генерал-полковника Игумного Как можно быстрее сделать из него флотского человека Отец пишет, что сын связался со скверной компанией Выпивает Ну и женщины Вот доверенность На получение курсантской стипендии Деньги только на кино и мороженое Так точно, товарищ адмирал Снимите головной убор Трудно будет, товарищ адмирал Наверное, трудно будет перевоспитать этого типа Если человек 18 лет пьет водку Считай, конченый человек Совершенно верно Но не будем, однако, терять надежды Разрешите приступить? Приступайте Есть Следуйте со мной Послушайте, капитан Брось луживо выпендриваться Ну, не плюй в колодец Как вы смеете Вы советские офицеры Брось ты Такие, как вы, позорят это звание За мной Раз 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 Два Три Мич, чтобы этот курсант был у меня бросовым Будет Будьте уверены, товарищ капитан лейтенант Раз Раз Ножку тянуть Раз И раз И раз И раз Курсанты гумнофки засковать И раз И раз И раз Мир был так великолепен Докончил 8 классов В Варшаве В школе для русских Жил в доме с детьми дипломатов, генералов Каждый день коньяк, танцы Потом папаша перейдет в Москву Как тут жить? Будь таким, как все И все будет нормально Эх, Варшава Она в третьем подъезде жила Я в четвертом Ну, так себе дамочка Ноги, правда, хорошие Беру папашин Виллис И мы с ней По маршалковской гоняем В барах коньяк Крикой, шоколад немецкий Ешь не хочу Стриптиз до 4 утра Стриптиз? А что это такое? Когда бабы раздеваются Правите? Курсанты гумнофки Я за мной Будешь знать, когда в следующий раз В пижоне В пижоне Стой! Катер к стенке Начали! Стой! Плохо Начали! Стой! Плохо Откуда руки растут? Начали! Стой! Плохо А сидите, травите В Америке, товарищи курсанты По сообщениям из газет Безработные Живут в домах Из консервных банок Это сколько штата в Америке Стоит банка консервов? Слышно А сколько стоит банка консервов? Курсанты гумноф Я? Известно ли вам, товарищ курсант Как наши бывшие союзники В войне Относились к веренной им Боевой технике? Как? Варварски Я встречался с американцами В Германии Сам лично видел Стволы, орудия Ржавые Из накатников Брыжет масло Заглох мотору тягача Бросают тягач на полдороге Как? Почему? А, вот Почему? Да потому, товарищи курсанты Что американским бизнесменам Выгодно, чтобы техника ломалась Как можно больше Чтоб как можно больше заказов Текловых фирмы А куда смотрят ихние штабы? Все, что говорит товарищ капитан-лейтенант Истинная правда Потому что в ихних штабах Сидят одни коммунисты Их туда нарочно засадили монополисты Войну выиграли Народное хозяйство с успехом восстанавливаем Почему у нас такие несознательные Игумнов этот Он враг Здравия желаю Здравия желаю Загнул ты, Вася Завербовали его там Сын генерала враг Не понимаешь ты, Степан Завербовали твоего Игумнова на западе Пока он там с батей жил Ты чего меня за дурака принимаешь? Враг тихарем бы сидел Словичка лишнего не сказал Враг В особый отдел ходил? Ходил Не поняли меня там? Правильно сделали Ты выбрось насчет врагов-то Из головы Пока Не поняли Плохо воспитываем сорока Плохо Крути гайку до отказа Курсанты Гумнов развращены буржуазным влиянием человека А может запретить ему после сессии ехать в Москву? Ну, чтоб он там не пропитывался пережитками А? Нет, запрещаю Его надо перевоспитывать, нещадно дисциплинируя Крутить до отказа Суровая воинская закалка сделает из него настоящего советского человека Пере-шаг Подтянись Пурсанты Гумнов, подтянись Во mismos Используем прямо сейчас Пре- veulent А даже разбираемся Левое плечо вперед, закрывай. Придет весна, поедем, Райчка в Батуми. Мы будем кушать там, киш-миш, срахат, букури. Отставить курсанты гумнов. Варяга. Ну, Саша, давай. Сейчас, просил и газ. Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний парад наступает. В врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. В врагу не сдается наш гордый варяг. Пощады никто не желает. Все вымпелы бьются и цепи гремят. Наверх якоря поднимают. Готовые к бою орудия в ряд. На солнце сновейще свергают. Где курсанты гумнов? Курсанты гумнов в увольнении идти отказывается. Поставить строй. Есть. Я по своему курсантскому опыту знаю, что долгое сидение в казарме губительное сказывается на моральном состоянии. Увольнительное до 21 часа. Вот деньги на кино и трамвай. Внешний вид проверьте сами. Ты к выпуску миллионером стань. Нужны мне его подачки, все равно напьюсь. Подъезжаем к Базарову. Где Шелагин? Где эта брянская дубина? Подать его сюда! Уведите его спать. За приведение себя в бессознательное состояние путем распития водки курсанту Игумнову объявляю десять суток ареста. Врагу не сдается... Ты у меня побалуешься на галптической вахте. Шелагин может терять контакт с личным составом и командованием, если не перестанет сжать Игумнова. Надо его как-то умерить. Надо бы, но как? С какой стороны не глянь образцовый офицер. Надо написать письмо жене генерала. Спасибо вам, товарищи, за моего сына. Ну какой из него морской офицер с его легкими? Здравствуйте. Капитан-лейтенант просил передать ваши стипендии. До свидания. До свидания. Николай Федорович, будете в Москве, непременно приходите к нам. Пожалуйста. Спасибо. Счастливо вам. До свидания. До свидания. До свидания. Ох, я всегда говорила твоему отцу, что армия это не для тебя. Очень хорошо, что медкомиссия так быстро тебя комиссовала и избавила тебя от этого твоего капитана-дурака. На строительстве Иртышской гидроэлектростанции. В нефтяном Баку стоят обнажив головы строители Менгичаурского гидроусла в Азербайджане. Шахтеры Донбасса. Трудящиеся Алматы. Странно. Товарищ Сталин умер. А мы живы. Дикость какая-то. Люди ходят. Вон, слышите, машина проехала. Значит, работают двигатели внутреннего сгорания. Стран мира вращаются с великим Сталином. Жизнь идет. Странно. Жить-то как дальше? По новой установке. Жить по заветам Ленина. Идти по сталинскому пути. Руководствоваться указаниями ЦК. Нужны решительные меры. В зародыше пресекать всякие там возможные брожения, шатания. Мировой империализм не применит воспользоваться случаем. Требуется максимальная бдительность. И вот армия и флот должны продемонстрировать свою боевую мощь, чтобы отразить любые удары. Иначе. Давай сюда. Вот мы. Вот они. Окружили. А продемонстрировать свою боевую мощь мировому империализму и внутреннему врагу следует в ближайшее время. Советского Союза. Совет министра Союза СССР и Президиума Верховного Совета СССР. Ко всем членам партии. Ко всем трудящимся Советского Союза. Дорогие товарищи и друзья. Центральный комитет коммунистической партии Советского Союза. Держаться надо. Совет министров СССР. Товарищи офицеры. Завтра на первомайском параде мы должны продемонстрировать всему городу нашу, несмотря ни на что, возросшую боевую готовность. Каким образом? Утром мы вооружим наших курсантов секретными автоматами Калашникова, поступившими к нам на вооружение в прошлом году. Идея ясна? Вопросы есть? Капитан лейтенант Шелагин. Я. Напоминаю вам, что в караул заступает ваша рота. А в канун первомая возможны провокации, поэтому при инструктаже обратите особое внимание на пост у склада, где хранятся секретные автоматы. Есть. Бдительность должна быть высочайшая. Ну что? Нет нигде, товарищ капитан лейтенант. Искать? Ну что же? Мордачев! Мордачев! Чтоб часовой у меня был! Мордачев! 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 Стой, кто идет, стрелять буду! Мордачев, отставить! Караул шире шаг разобраться по постам! Что? Что? Больно! Курсант Мордачев, ко мне! Дорвать деревья, быстрее, быстрее! Быстрее! Равняйся! Смирно! Все силы бросив на перевоспитание одного шалопая, Шелагин утратил контакт с командованиями и личным составом, что и явилась причиной чрезвычайного происшествия. Не будем забывать, товарищи, что капитан-лейтенант – боевой офицер. Расскажите нам, как вы воевали с Германией на Дальнем Востоке? Да я воевать-то почти не воевал. Всего в 15 операциях участвовал. Но боевые награды-то вы получали? Здорово! Образцовый офицер. На весь флот ослалил. Читай. За халатность в боевой и политической подготовке личного состава, преступную безответственность, повлекшую за собой ранение курсанта, ходатайствовать об увольнении капитана-лейтенанта Шелагина с флота. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ты у нее жил до призыва. Это должны учесть и отправить туда после демобилизации. И я родилась в Москве. Это тоже учтут? Нет. Партия не бросит на произвол судьбы преданного ей человека. Вот это в Москве. Позвольте познакомиться. Ты что, чокнутый? Дурак. А с вами, девушка, я не чокнутый, я инженер. Хочу пригласить вас в ресторан. Здрасте. Ты что, надрызгался? Пижон. Пока. Поберегла вы легкие, картуля. Катись отсюда. Лимонаду хочешь? Там очередь в буфет. Ой, это ты брось, вина я не пью. Сам пей. Мама запрещает. Ты, мамаша моя, не затрагивай. Хочешь, пей. Не хочешь, забирай свою бутылку и уматывай. Серьезная ты? Взрослая. Замужем побывала? Угадал. Развелась. Пил, сволочь. Врешь ты все? Я не вру, не научилась. А кто врет, я таких фраеров сразу вижу. Ты со мной по блатному не разговаривай, не терплю. Смотри-ка, обиделся. Ну, чего? Я ж тебя насквозь вижу. Ну, говори честно. Зачем пристал ко мне? Скучно. Вот и пристал. А раз скучно... Пойдем, потанцуем. Тебя как зовут? Ася. А тебя? А меня Витькой. Витькой? Очень приятно. Ну, ты! Сейчас как сниму туфлю и в лоб врежу. Ну, ладно, не вздыхай. Давай завтра в кино сходим. Я тебе даю совсем маленького барашка. Ну, все-таки не такой уж он маленький. Тише. Посмотри. Он уснул. Ты на мохнатых ножках плохо еще стоишь. Надо поспать немножко, закрой глаза малыш. Этот хороший ящик Очень на дом покор. В домике нас стоящим Ты славно заживешь. Ты кудрял его Ты барашек милый. Сынуль, а я решила уехать из Москвы. Хочу пожить в Ленинграде, пока отец в командировке. Родионов получает назначение туда же. Не надо об этом. Ты меня не поймешь. Как ты? Без меня скучать не будешь? Скажи Родионову, чтобы он больше никогда сюда не приходил. Ну, почему? Почему? Объясни мне. Ведь Николай Федорович очень уважает тебя. И потом... Не надо. Не надо. У меня был и есть отец. Уезжай куда хочешь со своим Родионовым. 17 июля 1955 года в 9 часов утра сюда для участия в совещании глав правительств СССР, Соединенных Штатов Америки, Англии и Франции прибыли глава советской правительственной делегации, председатель Совета министров СССР Булганин, члены делегации, член Президиума Верховного Совета СССР Хрущев, министр обороны СССР Маршан Жук. Назад! Вход на территорию филиала только через проходную. По вашей вине люди постоянно опаздывают на работу. Я исполняю свой долг. И никому не позволю проходить на территорию предприятия в неположенном месте. Да кто вы такой? Начальник охраны. Вы же знаете. Ну как же, как же, мы вас знаем. Мы вас очень хорошо знаем. Ну а вы чего молчите, порторг? Ладно. А ну вас. Прав, Дворкин. Вам лучше ловить тех, кто тащит с фабрики, а не тех, кто через дырки на работу ходит. Пойдемте. Пойдемте, пойдемте. Мне вас спросить хочется, Степан Сергеевич. Ведь многие вас за эти дыры ненавидят. Ну кому охота тащиться по грязи? Ведь неприятно же быть ненавидимым. Я исполняю свой долг, как каждый советский человек. Из-за твоего долга у тебя до сих пор костюма нет. У Коли руки по локотью с пальтою торчат. А я в одних босоножках на работу и в техникум. Ты не умеешь жить. Знаешь, что мне вчера соседка сказала? Ведь ваш муж на швейной фабрике работает. На его месте я бы всю семью одела. Что? Ты на что намекаешь? Чтобы я врал у государства незаконно? Чтобы я воровал? Да это не я. Это соседка. Как не стыдно? Наш народ еще плохо одет. И мне поручено охранять народное добро. У нас и так на фабрике по мелочам пропадет то одно, то другое. То отрезик какой, то брюки недошитые. Я устраню. Я пресеку эту преступную шайку. Любаня, это я. Да. Витек Пантюхов. Ну, как поживаем? Прекратите! Сейчас же прекратите личный разговор по служебному телефону. Любаня, значит, всем, да? Заметано. Чего? Запрещено. Телефон служебный. Личные разговоры категорически. Здесь оружие. Дизнекин. Оружие, значит, да? А я не знал. Ну, ладно. Теперь буду знать. Может, пригодится. Профилактическое направление советского... Ну-ка. Вы что тут в самом деле? Так я... Это он. Да этот Пантюхов тут ворует. С чего ты взял? Во-первых, без должного уважения относятся к установленному порядку. Во-вторых, он наладчик. У него в пропуске штамп, свободный проход. Что позволяет ему беспрепятствием маневрировать между улицей и цехами. И еще намек на оружие. Ладно. Оружие. Когда я в органах работал... Мы не такие дела раскручивали. Слушай, Пантюхова обыщи. Я сейчас в раздевалку заглянул, а он что-то в левый карман положил. Обыскивать мы его не имеем права. Так пусть сам покажет. Покажите, что вы носите из работы. Карманы. Дизнякин, звоните главному инженеру. А я уже здесь. При попытке вынести государственное имущество, задержан слесарь Пантюхов, начальник охраны Шелагин. Вы не начальник охраны, а начальник охранки. Теперь мы узнали, какой вы начальник охраны. Узнали, наконец. Нам Пятеркин позвонил, когда этот тип от мальчика и шкаф Пантюхова открыл и что-то ему в карман засунул. Без рук. Ваше. Клеветар. Не был я там. За это из партии гнать надо в три шеи. Уже лучше в ВДРке в заборе охраняли. Вы со своим Дизнякиным за эту провокацию с таким треском с фабрики вылетите. Мы вам устроим. Всю жизнь помнить будете. Провокатор. Теперь нам будет плохо. Очень плохо. Субтитры сделал DimaTorzok Виталий, простите. Пройдемте со мной. Ваша мать с генералом Родионовым поедут в другой машине. Вот это личные письма вашего отца. Проходите, прошу вас. Ваш отец хранил эти письма у себя в сейфе. Я прочитал письма отца к матери и понял, что он был не тем железным человеком, каким я его себе представлял. Он любил жить, любил делать добро. В гарнизонах заходил в ясли. Первым поздравлял офицеров с очередным званием. Ненавидел. Того, кого ненавидел. И такого человека обманывала мать. Она всю жизнь его обманывала. Почему он терпел? А у меня отец на фронте погиб. А не так, как у тебя авиационная катастрофа. А мать я еще в прошлом году отвезла в Многолицынское кладбище. У тебя отец генералом был, а у меня слесарем. И я на том же заводе работаю и в вечерней школе учусь. В танцевальном кружке я танцую и в хоре пою. А хочешь, я тебе спою? Вались на диван. Лучина моя, лучинушка Березовая, Что же ты, моя лучинушка, Не ярко горишь? Что же ты, моя лучинушка, Не ярко горишь? А ли ты, моя лучинушка, В печи не была? А-о-а-а-а-а-а-а-а. Аа-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Поехали. Не надо. Все у нас пойдет не так. Это ты верно сказал. Что ты не кот, я давно знаю. А вообще, ты мне очень нравишься. Я пошла за тебя замуж, только ты же не возьмешь меня. Короче, хромай к метро, там возьмешь такси. До свидания. Извините, вы не скажете, сколько сейчас времени? Половина шестого. Это вы? А я вот уволили и не берут на работу никуда. Статья такая. Еще подозревают, что меня демобилизовали за пьянство. Один кадровик так сказал, надо меньше пить. Вы не знаете, почему кадровики везде говорят, заходите через полгода. Да все у вас будет хорошо, Степан Сергеевич. Убежден в этом. Главное, не падать духом. Как прекрасно, что я вас встретил. Вы знаете, ваша жена отдала мне лишние деньги. Я все собирался вам вернуть, вот возьмите. Мне сейчас деньги вообще не нужны. Как же так? До свидания, Степан Сергеевич. Все у вас будет хорошо. Товарищ Игумов. Почему обязательно завтра? Вставим как-нибудь на ноги и вернем. Но не сейчас, когда денег нет. Ну это же подачка. Этот обожжавшийся Борчук сучил мне подачку как нищему. Чтобы завтра же отнесла их обратно ему. Духу, чтоб здесь не было. Слышишь меня? Слышу, слышу. А может мне перевестись в торговый техникум? Что? Чтобы заниматься обмерами, обвесами, разными там махинациями? Ну надо же что-то делать, Степан! Уголкия, минусы. А чья дача здесь? Чья? Ну что? Сядь. Ну да, я понесу. А она не застрахована, нет? Не застрахована. Завтра я иду в райком. Покаюсь. Да, я допустил ошибку. Но я уверен, партия простит преданного ей человека. С вашей статьей вы плохо идете в кадрах. Приходите через полгода. Ну почему через полгода? Полгода это срок, за который человек должен осознать свои ошибки. Я же уже осознал. Приходите через полгода. Прошу вас, Виктор Андреевич. Здорово. Здравствуй, садись. Ну так, встречание вовремя начнется. Говорят, да. Я все знаю. Возьмите анкеты, заполните и завтра принесете. Я вас беру. Наши НИИ союзного значения имеют опытный заводик. НИИ завод будет расширяться. Следовательно, потребуются люди. Много людей. Ну, инженеры и техники пойдут через меня. Остальными займетесь вы. Лодерей, пьяниц, прогульщиков не брать. Ангелов. Ангелов тоже. Ангелы нам не нужны. Работа у нас на заводе нервная. В конце месяца штурмуем. Вы меня понимаете? Так точно. Представьте, к вам приходит беременная женщина и просит принять ее на работу. Закон обязывает принять. Ваши действия. Примем. Подумаем, подумаем. Почему у женщины возникло желание трудиться в то время, когда она меньше всего пригодна для работы? А? Рогу не сдается, наш гордый варяк. Ты? Я. Господи! Идем скорее. Идем. Ну, куда тебя черти носят? Терпи. Ну, где ты шляешься? Горе. Хотел найти Джульетту. Искал через многих Розалин. По Шекспиру, так сказать. Джульетта – это я. Я Джульетта. Только теперь не танцую ее. Перешла на пение. Спой лучинушку. Нельзя. Голос теперь мне не принадлежит. А кому он? О, народу. Так сказал худрук. Голос принес мне первую премию на смотре. Голос. Голос. Если ты не бросишь пить, тебя выгонят с работы. Уже выгнали. Господи. Перед тобой советский безработный. Может, тебе деньги нужны? Пока нет. Мне товарищ Шелагин перевод прислал. А кто это? Был у меня в училище командир такой. Все хотел из меня настоящего человека сделать. А я не поддавался. Тут как-то я встретил его безработного. Денег дал. И вдруг перевод от него. Наверное, работу нашел. Теперь тебе нужно ее искать. Горе. Простите, вы конструктор? Ошиблись. Я, Люмпин, пролетарий. Можете заходить. Так. Что скажете? В объявлении сказано, монтажники вам нужны. Уже не нужны. Так. Регулировщики. Могу работать по седьмому разряду. Ошибочка в объявлении вышла. Забыли вычеркнуть. Так. Инженер-радист. Диплома нет, но справлюсь. Неувязочка. Забыли вписать. Нужны дипломированные инженеры. Так. Я вас слушаю. Я Ягумнов, радиоинженер. А, да-да-да, мне звонили. Попрошу ваши документы. Формалистика. Но, хоть вы и сын генерала... Я радиоинженер. Я радиоинженер. Но, как вижу, ошибочка вышла. Неувязочка. Вычеркнуть забыли. Позвольте. Маша, подожди. Позвольте представиться. Александр Петров. Сирота. Два месяца, как вернулся в Москву, помыкавшись по необъятным просторам нашей Родины. С кем имею? Ягумнов, Виталий. Значит, решили поиграть в джентльмена. Пошел ты. Дорогуша. Дорогуша. Вы не то место выбрали. И не те времена. Гуманизм, гуманизм. А задумывались ли вы о его сущности? Ты пьян? Я трезв. Потому и разговорчив. Вообще, ты подал идею. Надо выпить. Спрячь свои ассигнации. Я богат. Реабилитация моих родителей завершилась выплатой мне денег за кое-какое их имущество. Второй месяц пью. Выпьем. За благородство и за подлость. Я все приемлю. Ибо я никак не пойму, кто я. В тридцать седьмом году меня увезли в спецшколу или интернат. Я не помню. И там мне в десять глоток внушали, что я хороший, несмотря на то, что родители у меня плохие. Ну, а кто ты? Закончил институт. Работал в одной шараге. Там ребята придумали интересный прибор. А шеф захотел стать соавтором. Ну, я ему чуть морду не набил. Уже месяц без работы. А хочешь, я тебе другую характеристику нарисую? Через час у тебя будет вполне приличная характеристика. Передовика-общественника. Пошел ты. Обиделся. Когда устроишься, возьми меня к себе. А ты что, действительно знаешь радиотехнику? Да, поскольку ее обязаны были знать те, под фамилиями которых я работал и жил. Весной пахнет. Весна – время побегов. Весной я всегда трогался с насиженного и обжитого места. Сталин отбрасывал ленинский метод убеждения и воспитания, переходил с позиции идейной борьбы на путь административного подавления, на путь массовых репрессий, на путь террора. Он действовал через карательные органы, часто нарушая при этом все существующие нормы морали и советские законы. Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. Массовые аресты и ссылки тысяч и тысяч людей, казни без суда и нормального следствия порождали неуверенность в людях, вызывали страх и даже озлобление. Для обоснования физического уничтожения людей Сталином была введена формула «враг народа». Мне непонятно, к примеру, люди, объявлявшие честнейших людей врагами народа. Кто они сами-то? Враги? Какие же они враги? Они тоже по-своему делали свое дело, честно выполняли. Я тоже по-твоему враг, что ли? Ой, но ты же никого врагом не объявлял. А Пантюхов? Помни Пантюхова. Я оклеветал невольно, но оклеветал честного человека. А может, зайдем к моему другу? Он тут рядом же. Еще, а? А что, пойдем. Степан, тебе хватит. Ну, тогда я пошел. Так вы меня простили, товарищ Пантюхов? Да ладно, хватит, Абет. Абет. Интересно, кто и что есть рабочий класс? Я, когда служил, я представлял себе пролетариат так. Масса людей днем самозабвенно трудятся у станков прокатных в забоях. А вечером же кто учится, книжку читает, кто на спортплощадку, кто детей воспитывает. Ну, кто что? А кто муж на болвайке? Увидев же вблизи рабочий класс, я разочаровался. Я разочаровался. Ой, рабочий ругаются матом, пьют эту. Тогда кто все это построил? Кто заводские корпуса возвел? Ну, ладно. Пятилетки кто выполняет? Те же рабочие. Так что есть рабочий класс? Вон автобус. Вот он. Катюша, стоп, Ну, пошли, пошли, Степан. Конечно. Молотова и примкнувшего к ним Шипилова единодушно осуждают коммунисты завода «Динамо». У нас много настоящих коммунистов. Баянников, истинный коммунист ленинской школы, директор Труфанов, коммунист Олевой, грамотный, Парторг Молочков, принципиальный коммунист, всегда советуется с бюро, начальник АТК, Туровцев. Чёрт. Ну, что там? Дай сам сделаю. Дай сам сделаю. Сам, сам, самец! Дура! Из-за тебя я подавала тарелки с борщом в столовой. Из-за тебя ношусь сейчас с градусниками, со шприцами. Из-за тебя ты ни разу не обидел меня на кожу, какой ты неудобный, нескладный, непутёвый человек. Как трудно с тобой жить. А я хочу жить. Понимаешь? Жить я хочу. Ты это... я тут был по делам в отделе кадров родственного НИИ и прочёл там приказ об увольнении за пьянки и прогулы инженера игумного ВА. Ты должен устроить его на работу. Устроить? Как у тебя язык поворачивается? Такое... знам. Здорово, дядя Коля. Привет. Товарищ Эгумнов. Степан Сергеевич! Дорогой мой, это вы! Это позор! Это немыслимо так опуститься. Только слабые люди находят утешение в водке. Все-все, ладно, Степан Сергеевич, я так рад вас видеть. Пойдемте ко мне. Попьем чайку, поговорим. Никаких чаев, знаете, чьего пьяниц. Идите сюда, Игумнов. Слушайте меня. Завтра с утра приведете себя в порядок. И придете ко мне к 9.00. Я отведу вас к моему начальнику. Он возьмет вас на работу. Возможно. А где вы работаете? Не один союзного значения. Степан Сергеевич, это бесполезно. Я со своей характеристикой в такие места даже не захожу. Так что пойдемте попьем чайку. Сегодня не можете. Заходите в любое время. С женой. А лучше с женой и сыном. Вот адрес. И как проехать. Пропуск будет заказан. Жду вас в 9.00. Что вы еще скажете об этом Игумнове, кроме того, что он предан Родине и партии? Он будет полезен нашему НИИ. Вы уверены? Он талантливый человек. И потом, у него отец был боевой генерал. Ну, сын генерала, даже боевого, это еще не профессия. Ну, ладно. Пусть войдет. Вы пьете? Пью. А вы что, пьяниц не берете? Я не знаю, тогда вы не можете... Берем. 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 Ну что вы, что взяли? Берут. Инженером. Начальником. Берут. Монтажно-сборочного цеха. Да вы что? Ну и вы согласились. Так там же ни один начальник цеха больше трех месяцев не задерживается. Одни женщины и пьяницы подобрались. Другие не идут. Это наша монтажница. Здрасте. Здрасте. А это технолог Нинель Сарычева. Мерзет бедняжка от безделья. Муж у нее в главке, а то давно вылетела отсюда. А это что? Регулировка. А что здесь происходит? Слегка обросший мясом скелет Майорова. Нормировщица. Ребята – регулировщики. Майорова хочет провести хронометраж, а они саботируют. Это наш новый начальник цеха. Еще один. Очередной. Дайте мне любой блок выпускаемой серии. Сей момент. Фомин принес недемонтированный блок. Здесь нет бирки ОТК. Много говоришь. Дура. Сам такой. Здравствуйте. Ну как, не отказываетесь руководить цехом? Наоборот. Горю желанием. Ну тогда я сейчас быстренько подпишу приказ у директора и... Только... Мне нужен будет еще один регулировщик. Это трудно найти. У меня есть подходящая кандидатура. Горяiques. Звучит. 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 Что у кого еще есть? В монтажно-сборочном цехе пропали чертежи. Какие чертежи? Имма. Индикаторов меченых атомов. Полгода, как пропали, меня еще не было. Вы сообщали о пропаже? Чертежи учтены только у нас и в Ленинграде, где индикатор запущен в производство. Их представители, наверное, увезли их с собой случайно. Плохо знаете марксизм. Ничего случайного в природе не бывает. На таких примерах надо учить массы. Я предлагаю провести в цехе собрание. Давайте проведем. Извините. Товарищ Шелагин. Очень хороший работник. Товарищ Шелагин. Товарищ Шелагин. Не считаете ли вы, что партийный служебный долг обязывает вас присутствовать сегодня на собрании в монтажно-сборочном цехе? Я буду выступать на нем. Вас просил бы выступить после меня. Поддержать линию парткома. Так кого мы назначим диспетчером монтажно-сборочного цеха? Ну что ж, давай. Назначим твоего Шелагина. В то время, когда весь советский народ борется за выполнение спущенных планов, в вашем цехе, дорогие товарищи, происходят вопиющие факты. При невыясненных обстоятельствах исчезли описания и схема важнейшего прибора. Вы сами понимаете, дорогие товарищи, что значит исчезновение таких документов и какие это может вызвать последствия. Заметно, ребятишки. Опять началось. Игорь Борисович, хотелось бы знать, о каких чертежах и схемах вы говорите. Так ли это важно? Какие чертежи, какие схемы. Есть факт. И отрицать его невозможно. Но все-таки. Я не понимаю, зачем все эти подробности? Чтобы выяснить истину. Сори, иди сюда. Давай, давай, Игорек. Расскажи Порторгу истину. Чертежи и схемы украли инженеры из Ленинграда. Клевета. Клевета, товарищи. Советские инженеры, посланцы героического Ленинграда не могли украсть документы государственной важности. Я сам видел, как командированный инженер из Ленинграда положил их себе за пазуху. Еще угрожал. Пока не наведете порядок в вашей светокопировке, будут красть. А вот это ложь. Да я сама видела, что было так. Ну, я не знаю. У вас не всех товарищей гумнов, а черт знает, что такое. Впредь вам, Игорь Борисович, надо приглашать на собрание милицию. Вы соображаете, что вы говорите? Так что писать в протоколе? Пиши! Обнаружена шпионская организация, возглавляемая неизвестным лицом из Ленинграда. Особые приметы. Шрам налево и дегодицы. Партия совершенно правильно делает, выдвигая на ответственные должности преданных ей людей. Надо будет, поступлю в институт. На таких трудных участках должны быть грамотные люди. Особо надежные, преданные своему делу до конца. Идет. Так, в секреты. Выполнение плана его не посвящать. Работать с оглядкой. Наряды закрывать дома. По местам. Ясно. Понятно. Бдительность, бдительность. И еще раз бдительность. Смотри-ка, из отдела кадров нам диспетчера прислали. Что это? Что это такое? Как вам не стыдно? Вы же разбазариваете народное добро. Я? Весь цех под вашим руководством. Я не позволю вам обкрадывать государство. Вы не мешаете мне работать. Я научу вас работать. Степан Сергеевич, решите простенькую задачу. Что получится, если провод, отрезанный монтажницей, окажется чуть короче? Провод придется выбросить. Товарищ Игумнов, вызывайте начальника АТК. Это еще зачем? Товарищ Петров обнаружил вмятину на лицевой части прибора. Я еще раз спрашиваю, как это сюда попало? Это личный приказ директора. Ну, знаете ли, вы не имеете морального права носить в кармане партийный билет. Ну? Вы позорите партию своей бесхребетностью, беспринципностью. Не вам судить обо мне, товарищ Шелагин. Здесь не место для подобных разговоров. Вас что, смущает рабочий? Да перед кем, как не перед ними, мы в ответе. То, что вы сделали, это не ошибка. Это преступление перед рабочим классом. Вас за это надо к чертовой матери из партии гнать. Под суд надо отдать. Спокойней, Степан Сергеевич. Спасибо вам, товарищи Петров. Это очень важно. Обманывать государство, это не пустяк. Вы куда его? В гипс поставлю. Какой гипс? Гипс, гамма-индикатор переносной. Так это же брак. Этот брак на вес золота. На нем вмятина, но он пашет. Товарищ Шелагин. Здравствуйте. Степан Сергеевич, в связи с успешной разработкой и изготовлением важного прибора, представители нашего НИИ приглашаются в министерство. Вы включены в делегацию. Принимать будет сам маршал. Ракета-носитель может наблюдаться от 6 градуса северной широты до 65 градуса. К маршалу? Запросто. Как держаться? Что говорить? А не надо ничего говорить. За нас вон они скажут. По машинам, товарищи. Мы в вашу машину. А как живы, Анатолий Васильевич? Без меня управитесь. Вперед! Неплохо. Неплохо. Такой прибор за океаном появится не раньше, чем через год. Позвольте. Самое главное, что он удобен и прост в обращении. Вот смотрите. Легко и удобно. Чудесно. Так. Шестаков. Кто это? Я. Вы, да? Поздравляю. Машкарин. Заболел. Болен. Понимаю. Ну, его мы отметим особо. Остальные, как всегда, товарищи, в массовом производстве не подведут? Нам ведь не 10, не 20 штук нужно. Никак нет. Партийная организация НИИ относится сугубо... Ну, понятно, понятно. Понятно. Ну, а... Какому заводу поручим производство? 17-му. Лучше 20-му. Такую игрушку 20-му. А что? Но ведь это же гипс. Почему никто не скажет, что его нельзя запускать в серию? Ну, вопрос... Вопрос о массовом производстве мы решим особо. Диспетчер монтажно-сборочного цеха Шелагин. Разрешите, товарищ маршал? Разрешаю. Прибор нельзя запускать в массовое производство, товарищ маршал. Что вы сказали? Почему? В индикаторах есть счетчики, которые изготавливаются в смежном НИИ. А там гонят брак. И чтобы при массовом производстве отобрать необходимое количество счетчиков из сотен тысяч единиц заведомого брака, потребуются десятки лабораторий. Сотни, а то и тысячи квалифицированных специалистов. Это правда? Как ваша фамилия, простите, не расслышал? Шелагин, товарищ маршал. Давно из армии? С флота. Ну, со счетчиками мы разберемся. Благодарю вас, товарищ Шелагин. Все свободны. Благодарю вас, товарищ маршал. Честный человек. На флот его вернуть, что ли? А стоит ли? Человек входит в гражданскую жизнь, снова жизнь ему ломать. Позвоню в кадры, пусть ему майора дадут. Извините, капитана третьего ранга. Хорошо. Боюсь, сожрут эти инженеры нашего диспетчера. А ты отлей пулю похитрее. Герой. А может, дурак? Дурак на Руси тоже герой. Есть в Иванушке-Дурачке нечто героически гениальное. Недаром один ученый-немец с болью писал, что Иванушка-Дурачок... Так, а... Гораздо умнее всяких Михелей, Ганцев и Петрушек вместе взятых. Но если герой, то ему положено страдать. Правильно. Нет. Понял. И ты знаешь, что самое смешное в этой истории? То, что Шелагин до сих пор думает, что Тамарин и другие, просто забыли. Сказать маршалу о счетчиках. Это уже анекдот. Ну, какой анекдот? Ты посмотри на него. Товарищ Шелагин проявил партийную принципиальность. Надо брать с него пример. Может, изберем его в партбюро? Стоит подумать. Включить такого идиота в делегацию. Ведь ясно, что от него требовалось. Представляй рабочий класс и молчи. Нет, нет, ты не прав. Смелость и честность – понятия абстрактные. Есть вопрос в том, как их применять и где. Удивляет меня твой воспитанник, Виктор Антонович. У нас, само собой, демократия. Но если каждый диспетчер-подметальщик станет выдвигать свои узколичные пожелания, то что получится? У нас, слава богу, за честность не выгоняет. Другое дело, надо указать на его ошибки, предупредить. Какие ошибки? А хоть бы и выгнать. Не выйдет. Это почему же? Я против. Но ты-то, Виктор Антонович, это еще не все. Да, не все. Но как только вы выгоните Шелагина, его тут же призовут в армию и назначат к нам военпредом. И нас завалят военными заказами. Это точно? Есть мнение. Чье? Маршал. Передан через его адъютанта. Мнение, мнение. Ему же капитана третьего ранга приказано присвоить. Да никто и не собирается его выгонять. Пускай себе крутится в цехе. Такие люди на производстве нужны. Но в комиссии, в делегации его больше не вводить. И дать ему квартиру. Квартиру? Ему? Ну, человек, который год работает у нас. А живет с женой и сыном в коммуналке в 12-метровой комнатушке. И это ваше решение в министерстве оценят должным образом. Виктор Антонович. Здесь будет Колин уголок. Здесь мы поставим стол. А здесь сервант. У нас нет серванта. Купим. А буфет куда? Выбросим. Коля, мы начинаем новую жизнь. Танцуй. Ну, тебя. Теперь я должен с удвоенной энергией оправдывать доверие. Я сама знаю, чем мне заниматься. Товарищ Игумнов, я требую принять строжайшие меры к технологу Сарачевой. Наконец-то. И до нее добрались. У нее муж в главке, не боитесь? По вине Сарачевой забракована партия трансформаторов. Я требую раз и навсегда прекратить безобразие в цехе. Дорогой Степан Сергеевич, здесь жизнь, а не армия и не конкурс христовых невест. Катится с горы телега, и пускай катится, и хорошо. И не надо ее не подпихивать, не останавливать, не задерживать. Все само собой образуется. Если вы не прекратите безобразие в цехе... Ладно. Ладно, разберусь. Вот. И он меня спрашивает. Что вы можете рассказать о по имени Красова, кому на Руси жить хорошо? Ну, я выдаю ответ. Полковнику милиции. Как сказали братья Губины и Ван Домитродор. Нинель Владимировна, а вот товарищ Шелагин считает, что вам лучше заниматься не русской классикой, а сборочным цехом. Я без него знаю, чем мне лучше заниматься. Ну, если знаете, вступайте к станку и сами перематывайте катушки. Это не ваше дело учить меня. Так. Хорошо. Товарищ Гумнов, срочно вызывайте начальника АТК. Ну, знаете. Ну, товарищ Шелагин, теперь она устроит вам кислую жизнь. Слушай, Сашка, ты займись ею, а? Она ведь к тебе ходит ни к Фомину, ни ко мне. Да. Буду прям. Начальник цеха ставит три литра спирта, из Сарычева вылетает из цеха. Вы что же, хотите ее споить? Зачем вам знать, брать грех на душу? Святой Августин говорил, что грех это совершение таких поступков, о коих человеку известно, что они запрещены, и от коих он волен воздержаться. Зачем вам знать, если вы воздерживаетесь? Он воздерживается. Поставьте ноги на ширину плеч. Сейчас потянемся. Скрестите руки перед собой, слегка наклонитесь вперед. Начали. Руки в стороны, потянуться. Опустить руки, скрестить перед собой. Руки в стороны, вдохнуть. Опустить руки, выдохнуть. Раз, два, три. Извините, жена моя, Нинель Владимировна, работает у вас. Сегодня она не пришла домой. Я понимаю, горит план, но она никогда не занималась штурмовщиной. Она ушла к комплектовщице. Это моя вина, я должен был отпустить ее раньше. Понимаю вас. Так вы говорите... У комплектовщицы. Она живет рядом с нашим НИИ. Адрес ее у меня на работе, а вот телефона у нее, к сожалению, нет. Понимаю. Еще раз извините. Нинель Владимировна. Да. Слушаю. Мне звонил ваш муж. Я сказал, что вы сегодня ночевали у комплектовщицы. Позвоните ему сейчас же. Спасибо. Вчера в Киеве на республиканском сайте Хрущева. Это потом. Вера Крепкина пробежала 100 метров за 11,2 секунды. Это новый союзный рекорд и одновременно... Ну и дальше? Дальше? А дальше беру я спокойно у ягумного пропуск. Ну а дальше? Дальше. Не томи душу, Санек. Дальше. А дальше... Дорогая, говорю я ей. Поедем ко мне домой. Проведем ночь. Как в столице Греции. Провели. Нинель! Почему в рабочее время тут? Еще одно и то же. Поговорить не надо. Добились своего. Вы подлец. Подлец, Петров. Чудаки. Нужна мне ваша Нинель. Суровая экономическая необходимость. Все для производства. Так в этом-то и подлость. Да еще при этом же громкими словами прикрываетесь. Растоптали человека. В грязь его втоптали. Женщину позор. Вы не мужчина, Петров. Бесплетник. Настоящий мужчина... Молчит! Хотите вы сказать? Хочу. Судя по вашему молчанию, вы, наверное, спите с шахини-сыройой пеклеви. Вот так-то, друг любезный Гораций. Я думал, бабенка не удовлетворена собой. Отсюда и настроение тухленькое, и характер склочный. Сейчас понял. Просто несчастная женщина. Не любя, вышла замуж. Сердечко девичье осталось. Героя ждала. Дождалась. Что это? Ну, ты что, забыл? Аванс-то и отработал. Это остальное. Козел ты, вонючий. Начальничек. Далеко пойдешь. Я только что с концерта. Есть будешь? Работаешь, учишься? Да, и то, и другое помаленьку. Удостоверение дали. Теперь я артистка второй категории. На концертах выступаю на окраинах. Ну и как, нравится? Дешевка. Я учиться буду. Наш худрук говорит, что такие, как я, сейчас в моде. Замуж собираешься? Да ну, нужны они мне. Эти коты, эти додики. А ты? А? Тоже не получается. Тебя что, опять с работы выгнали? Нет, наоборот. Я теперь большой начальник. Да ну. На планерках сижу. Впереди блестящие перспективы. Это что ж, у тебя все хорошо? Просто прекрасно. А че ж тогда ко мне пришел? Тошно. С чего это вдруг? Козлом меня обозвали. За что? Да есть у нас технолог такая, Нинель Сарычева. Бездельница. Один приятель мой предложил за три литра спирта сделать так, чтобы мы ее в цеху больше не видели. Провел с ней ночь, а потом утром в цехе рассказывал со всеми подробностями. А ну, вставай. И уходи. Так это значит, ты ко мне пришел, чтоб я тебя пожалела. Чтоб я тебя, дрянь такую, по головке погладила. Не понять мне вас, интеллигентов. Ну вот и рабочий человек. Ну он даст бабе по морде. Облает матом. И мир в семье. Нет, вы же все выпендриваетесь, все выдумываете, себя мучаете и других. Ну вот Сарычева это. Ну вы что, не могли с ней по-хорошему договориться, честно сказать? Я стала тебя понимать. Ты такая же дрянь, как муженек мой бывший. Нагадит по чужим углам, потом придет домой, охает, ахает, и все у него болит. Вот ты такой же. Пока у тебя все хорошо было, я же тебе не нужна была. А ну-ка уходи отсюда. Отваливай, я тебе сказала. Выметайся, слышь? Чтоб ноги твоей больше в моем доме не было. Давай, давай, не оглядывайся. Степан! Степан! Ты что, заболел? Откуда подлецы берутся? А что? Опять что-нибудь случилось? Ничего не случилось. Молодец, Труфанов. Такой заказ отхватил. Мы этими фирмами за один день квартальный план выполним. Поставим на них моторчики и в кассу за премией. Премии не будет, моторчиков нет. Иди гуляй. Не понял. Послушайте, матрос, а где ваш пыл? Где горение на работе? В последние дни у меня создается впечатление, что вы попали в сети иностранной разведки. Под вашим носом откладываются в переделку радиометры, принятые ОТК. Вы быстрее, Гунков. Не языком чесали, а делом занимались. Здравствуйте. Ничего. Не верю. Нет. Завод, который должен был обеспечить нас этими моторчиками, он их изготовил. Но предприятия по выпуску электро-бытовой техники получили приказ выбросить на прилавки магазинов пылесосы. И все склады опустошили. Будем думать. Не надо. У меня есть идейка. Только на это время вот этого матроса на пару дней надо убрать из цеха. Я его пошлю проверяющему в лабораторию третьего завода. Мы же договорились. Ни в какие комиссии его не включать. Ничего. В этой комиссии он будет в самый раз. Вам виднее. Наша лаборатория работает над тремя темами. По штатному расписанию нам полагается... Это наш флокс? Да. А это? Тоже флокс. Мы, кажется, таких не выпускали. Мы его сделали. Не понимаю. Но переделали. Улучшили. Угу. Улучшили. Покажите ему, Рафаил Сигизмундович. Прошу. Не понимаю. Ваш флокс работает в два раза быстрее. Почему? Объясните. Только не рычите на меня. Хорошо? Забыл, простите. Как ваше имя и отчество? Степан Сергеевич. Степан Сергеевич, я заметил вас из окна. Вы так брезгливо обходили кучей мусора. Наверное, подумали, почему не прикроют эту шарашку. Да? Нет. Нас прикрывать нельзя. Мы будем существовать, пока не прикроют ваш хваленый институт. Ваш инженер не утруждает себя думанием. У вас образовался особый стиль. Неумный и дорогой. И он выгоден институту. Да-да, вашему институту выгодно выпускать дорогостоящую дрянь. Нам серийному заводу нельзя делать дорогие вещи. У нас нет таких регулировщиков, как у вас. Я вас спрашиваю, кто виноват? Вы. Я? Вы виноваты. Труфуанов виноват. Все вы. Как говорится из одной футбольной команды. Сидите на шею государства. Рвете по бюджету деньги. Государство это я. Ну, загнал. Ну, Ну, эти инженеришки, Мелюзга, кое в чем правы. Но только кое в чем. Предположим, нам выделили на разработку радиометра 2 миллиона рублей. А мы уложились в миллион. На следующий радиометр нам дают меньше. И правильно сделают. А следующий радиометр, предположим, не пойдет. Ему миллиона мало. Что тогда? Обоснованно просить. На трех-четырех радиометрах проверить норму. И сколько дадут? Вы жулик, Игумов. Вы самый настоящий жулик. Вам на базаре торговать. Как начальник цели... Молчите! Вы это еще не все. А что у нас с заказом 047, Игумов? Выполним, перевыполним. Вы не нравитесь мне сегодня, Игумов. А вы мне, Труфанов, и вчера не нравились. Завтра Игумов, я вам буду не нравиться еще больше. Да, так над чем я остановился? А, заказ 047. Почему он застрял в цехе? Радиометры не обеспечены полупроводниками. Но у вас же на складе есть готовые радиометры. Можете снять с них. Временно, конечно. Для достижения чистых целей необходимы чистые средства. Совершенно верно, Степан Сергеевич. Вы правы, Степан Сергеевич. Вы правы. В конце концов, у вас хорош и заделся прошлого месяца. Все свободны. Ира, приедет Баяников из министерства. Пусть зайдет ко мне с личным делом Шелагина. Жена работает. Медсестрой... Там неверно написано. Она год как там уже не работает. Она секретарша работает. Правда, муж об этом не знает. Вот как? Только Анатолий Васильевич, это использовать не удастся. Куда использовать? Но вы же личным делом Шелагина заинтересовались отнюдь не в связи с его предстоящим повышением. Хотя... Он уже заочно оканчивает институт. Не понимаю, о чем ты говоришь. Ты отлично понимаешь, о чем я говорю. Только учитывай, за Шелагином половина порткома. Весь завод и многие из НИИ. Я понимаю тебя, Толя. Я понимаю тебя. Мы не первый год работаем с тобой. Будем еще работать. Прошу тебя. Путь благоразумен. Ладно. Приготовь документы и завтра же отправь его в командировку. Куда? Куда-нибудь подальше. В Свердловск, Красноярск и подольше. На месяц, два. Я видеть его не могу больше. Москва, Новосибирь. Откладывается до 17 часов по метеоусловию. Внимание, граждане пассажиры. Рейс номер 7827. Москва, Новосибирь. Откладывается до 17 часов по метеоусловию. Написано, что у меня не попросили. Ну, увидишь, как там здорово. Знаешь, что-то... Внимание, граждане пассажиры. Начинается посадка на рейс... Сергеич! Степан Сергеич! Давайте к нам. Здравствуйте. Начинается посадка на рейс номер 2827. Вот костюм Фомину купили. Обмываем. Мужчина в таком костюме не сдохнет под забором и не уснет в подворотне. Интеллигентные люди его подберут и посадят в такси. Не понимаю. Купили добротную вещь. Зачем же сразу пить? А чтоб дольше носился. Степан Сергеич, ну, сто грамм. А он у нас на льдине. Есть в лагерях такая категория заключенных. Неизвестно, где спят. Не работают. Ложки свои не имеют. Вот вы... Вот вы... Вы, Шелагин... Работаете. Спите дома. Все равно вы на льдине. Один. Че вы хотите? Че добиваетесь? Уголете гумного? Труфанова? Ничего вы никому не докажете, друг мой, Степан Сергеич. Я вам не друг. Из-за Нинель Сарачевой или от того, что я пью спирт? А хотите, я завтра же вылью все свои запасы спирта в канализацию. Найду Нинель, сделаю ей предложение. Или я вам не нравлюсь совсем по другой причине. Потому что гоню план любой сыной. А? Вы не план гоните. Вы брак гоните. Вы правы. Абсолютно правы. Метода гони план из жила себя. Но отменять эту методу не будут. Она нужна системе. При ней можно хлопнуть по стулу и требовать невозможного. Кто же ее отменит? Партия. Партия достаточно сильна, чтобы решить проблему этой самой методы. Да разве я против? Вопрос когда? Через сто лет, через двести. И не смотрите на меня как следователь из бутырской тюрьмы. Подловит вас на чем-нибудь Труфанов. А он вас подловит. Переведут вас в слесари, как тогда будете смотреть. Чепуха все это. Что чепуха? Да, все это. А что не чепуха? Служить людям, обществу. Служить? Служить это интересно. Но не вам. Это почему же? Да потому что вы изображаете из себя простого человека. И глумитесь над простыми людьми. Я? Да, вы, вы. Мало того, что вы глумитесь над женщинами, вы еще глумитесь и над друзьями. если они, конечно, у вас есть. Сведению встречающих прибыл самолет из Геревана. Внимание. До свидания. Сведению встречающих прибыл самолет из Геревана. Вы, оказывается, у нас еще и философ. Порух Спиноза Людвиг Фейербах в одном лице. Москва. Почтовый ящик 3017. Труфанову. Заявка номер 122 дробь 65 предприятием удовлетворена. Прошу организовать приемку. Влетаю в Кокчитав связь главпочта до востребования. Шелагин. Пятая победная реляция за неделю. Да. Еще немного и будем встречать нашего матроса на белом коне. Ну и когда-то будет сделано. Товарищ Савчич, просишь, просишь. Да, я. А что такое? Извините. Вы коммунист? Да. С какого года? С 45-го. Я тоже. Как коммунист, коммуниста прошу. Распишитесь на это накладной. Вы ее уже видели. Вы же ее сто раз меня показывали. Я же вам сказал. Ну, нельзя же. Ну, если вы сознательный член партии. А при чем здесь партия? Да вы меня провоцируете на скандал, товарищи. Это провокатор. Это провокация. Это жулик. Я этого так не оставлю. Я ее сейчас в милицию вызову. Пускай она разберется, как вы на территорию попали. Ну, а теперь объясните мне, с какой целью и почему вы назвали Савчикова коммунистом. Хотел пробудить в нем партийную совесть. Я же говорил вам, к сожалению, у нас еще есть несознательные коммунисты. Вот вы, товарищ майор, и вы, товарищ полковник. Вы и тоже коммунисты. Здесь вопросы задаю я. Уведите. Сегодня опубликовано в печати, что ЦК Румынской Рабочей Партии и Совет Министров Румынской Народной Республики утвердили список товаров, на которые с 10 августа снижаются розничные цены. Ну, что с ним будем делать? Мужик вроде безобидный. Надо бы отпустить. Ну, а зачем тогда брали? Может, отправим ее в КГБ? Там лучше разберутся. Найдите мне Фомина. Нет, из монтажно-сборочного. Вот так. Спасибо. Ну, и что тебе надо? Ягумнов прислал. Чего на работу не ходишь? Не томи, ну. Ословони свою дуженьку от сенсации. Говори, ну. Жить надо, Санек. А вот как жить? В общем, так. Двое есть, нужен третий. Третьего не будет. Таким проходимцам, как ты, третий вообще не нужен. Только два. Двое в штатскому подъезду и двое понятых при обыске. Дальше. Ну, а что дальше? Что дальше, Санек? Я ведь человек вольный. Могу сказать, а могу и... Дальше. Знаешь, Шелагина из армии турнули. На швейной фабрике провокацию устроил, а у нас спирт. Но меня Труфанов вызвал, хочет, чтобы мы на собрании, в цехе разоблачили Шелагина. Как врага народа. Да не. Как проходимца. Я убью тебя сейчас, Фомин. Ты что, Санек? Пусти. Пусти. Убью тебя. Убью. Потому что ты урод. Убью тебя. Убью. Потому что ты урод. В Родина. Маша! Ах ты! Мерзавец! Ты что наделал? Маша звонил в милицию, а? Ну-ка, ну-ка, еще раз. Москва, почтовый ящик Труфанову. Органами КГБ невиновность вашего сотрудника Шелагина СС установлена полностью. Ваша заявка и нашей просьбе занимается горком партии. Стрельников. Ничего не понимаю. КГБ? Кто такой Стрельников? А зря они его не арестовали. Вот вернется наш Шелагин, опять вам голову ломает. Куда его послать? Подальше. Все свободны. А вас, товарищ Игумнов, попрошу задержаться. Прошу. Вы мне нравитесь, Игумнов. Честное слово. А это значит, что нам с вами надо расстаться. У меня есть много средств воздействия, но я предпочитаю только дружеский совет. Сейчас вы напишите заявление по собственному желанию, а я подпишу. Мне будет трудно без вас, Игумнов. Но еще труднее мне быть с вами в будущем году. Я понимаю, что с вами происходит. И со мной это было когда-то. Раздвоение, скепсис. У нас желание проявить себя в чем-то якобы честном. У вас будет чистая трудовая книжка. Вы должны хорошо устроиться. Со временем же, когда вы поймете мою правоту, приходите. Всегда приму. Благодарю. Желаю успеха. Благодарю. Желаю успеха. Они не могут разщраться. Мне нравится. Ты никто. А где машинка? Нет машинки. Продала. Ну и как? Сделал карьеру. Перед тобой снова советский безработный. И что же дальше? С приездом вас, Степан Сергеевич. А где товарищи Гумнов? Кончился весь ваш Гумнов. Как кончился? Спрыгнул, отскочил от нас. Ваш товарищи Гумнов. Почему мой? Ваш, ваш. Ваш Степан Сергеевич. Ваш. Что не? Ваш. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Вы еще спите? Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 ДимаTorzok